Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, мы продолжаем нашу рубрику Ford FIFA, и сегодня мы будем стараться с каждым выпуском заканчивать наш именно сезон рейтинга 192. Сейчас у нас рейтинг команды 186, мы будем пытаться вылавливать или икон, или, например, вот Месси 97, который информ, так что будем пытаться. Ну и, конечно же, будем пытаться получать апгрейды наших игроков уже из состава, это как Мбаппе, можно его Тотти карточку получить. Ну, и вначале мы откроем 5 золотых игроков на футхеде. Нет, 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 и последний игрок, нет. Ну что ж, друзья, первое открытие нам ничего не принесло, ну а теперь давайте сыграем первую игру в Fortnite. Итак, друзья, занял я 47 место, пережил 53 человека, и поэтому я получаю 27 золотых игроков на футхеде. Итак, за первый матч мы с вами откроем 27 золотых игроков. Поехали. Нет. Друзья, а это Сергий Бускетт 90, это его максимальная карточка, это его Лига Чемпионская, но у него есть еще и скрим, но нам без разницы, какую брать, тут лишь бы рейтинг, так что мы возьмем Лигу Чемпионскую. Ну и точно у нас не попадет в основной состав, потому что у нас нету даже Испанской Лиги. Ну вот на скамеечку он точно попадет, вдруг мы будем там под Месси что-нибудь да и собирать. Пока что это да. Нет. Друзья, Кевин Дебрюйн, 99 нам выпадает, но мы не можем эту карточку взять, потому что это дается лично игрокам, которые играют в FIFA, а вот 97 мы, естественно, возьмем, потому что, ну, минус 2 рейтинга, давайте все-таки пожертвуем. Так что это наш первый официальный Тотти в команде. Кевин Дебрюйн, добро пожаловать. Нет, 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 нет. Матюш Дели, так что мы его, наверное, возьмем, у него есть 92-я, но, а это уже апнутая его карточка, так что мы пока что это возьмем, просто чтобы рейтинг у нас, если что, был. Нет. Друзья, Лионель Месси, и именно Тотти, это самая его лучшая карточка, мы только что с вами вначале говорили о том, что неплохо было бы поймать вот эту карточку, 97-ю информа, но оттуда нам выпадает сразу Тотти, и это, естественно, да, друзья. Пока что это да, потому что теперь нам нужно как-то гибридить Месси. У него есть еще и 88-я, так что возьмем, если что, 84-й информа его. Итак, друзья, немножко мне пришлось изменить состав, нам выпал только что, я вам показывал Пабло Сарабия, 84-й, его красная карточка, но почему-то ее нету, 84-й именно информа, вот, есть 86-й информ, но я подумал, что это как-нибудь честно, просто так набивать рейтинг, поэтому я взял даже чуть похуже рейтинг 81, это его до апгрейда карточка, он был именно на позиции правого полузащитника, и вот так вот у нас тут Бускетсу пришлось, Цопника на ЦМщика, пришлось вернуть Семеду в состав, Адриазолу и Кассилию, чтобы у Адриазолы и Кассилия был гиперлинг. Так что и у нас теперь тут выходит такая вот хорошая Испанка, тем более еще и на скамейке у нас есть, и Мбаппе, которого можно Тотти получить, тут и Дебрёйны есть уже Тотти, так что есть у нас уже два Тотти в составе, осталось 4 единицы рейтинга, было 186, но вот теперь, когда мы Испанию сделали, мне кажется, это мы отлично, то что решили убрать Францию и Англию, сделать только одну Испанию, так у нас получилось, и это очень для нас хорошо. Давайте продолжим открытие. Нет, 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 и последний игрок, снова нет. Ну что ж, друзья, вот так вот после первого открытия нам пришлось немножко перебраться из Англии и Франции в Испанскую Ла Лигу Сантандер. И мне кажется, теперь у нас либо здесь нужно на икону снова в центре обороны, это на замену Адриазолы, либо Рамоса Тотти, вот это будет шикарно здесь, потому что есть много из Испании именно Тотти, это Месси, это Модрич, это Рамос, тем более можно еще и в наш состав, если у нас будет Рамос, Дехею, Тотти сюда тоже, Марсела тем более еще у нас будет, к примеру, если, то мне кажется, когда мы быстро наберем 192 состав, ну а пока что мы переходим ко второму матчу в Форт Найт. Итак, друзья, занял я 22 место, это я пережил 78 игроков и я получаю 39 случайных игроков на Фут Хеде и плюс 5 еще за убийство. Итак, друзья, 44 золотых игрока, будем пытаться ловить третьего Тотти за выпуск, но как когда, как никогда. Так, ну Хаким Зиех 88, вы сейчас вообще некуда нам ставить, давайте пока что возьмем на скамейку. А вот этого, друзья, мы и ждали Серхио, Асенха 87, это его максимальная карточка, возьмем его информ карточку. Он у нас пойдет в ворота, потому что у нас там стоит Кико Кассилия 80, поэтому это очень хорошее усиление для нас. Алексис Санчес 89, это его самая максимальная карточка, это Лига Чемпионская, Road to the Finals, поэтому мы ее, конечно же, возьмем, но только все равно на скамейку, мы уже АПЛ не собираем. Нет, можно было, конечно, взять вместо Адриазолы, который у нас на позиции РБ стоит на центральном защитнике, поэтому, но все равно у нас сыграно 100, так что не будем брать Жорди Ама. Друзья, какого фига нам выпадает два Лионеля Месси за выпуск? Теперь уже выпадает вот эта карточка красная в первый информ. Почему? Почему, например, не Роналду, у которого тоже есть информ-карточка? Я бы от Роналду тоже бы не отказался в этом выпуске, но зачем нам выпадает Месси, у нас уже есть вот Тотти. Впервые я, наверное, удивлюсь, но Лионелю Месси мы скажем нет. Друзья, Ангель Дипмария нам снова падает, у нас была его вот эта 85, но теперь 87 нам выпала, но даже нам 88 уже не пригодится, да и сам нам Дипмария тоже уже не пригодится. Наверное, это все-таки нет. Это, может быть, бы и зашла нам карточка, если мы продолжали бы собирать Францию, хотя там Мбаппе 88, он бы его даже бы не вытеснил, так что и для нас все равно нет. А вот если мы бы продолжали собирать АПЛ, мы бы, конечно, его взяли, но сейчас нет. Друзья, сегодня нам не только Тотти падают, нам падают и Тотти номинанты, это Эден Азар, это его, можно сказать, ну обычная карточка, ничем не отличается, но есть у него еще и замечательный информ карточка 93, еще и его карточка вроде СБЧ-шная, 93-я игрок месяца. Мы, естественно, эту карточку возьмем, будем ждать 93-го информа. Друзья, что стало происходить с Фудхедом? Следующим же игроком после Азара стал Сергей Агуэр 89, мы его, естественно, берем, у него есть 92-я, тоже Лига Чемпионская. Просто что-то невероятно. Именно когда мы перестали собирать АПЛ-ку, нам стали выпадать игроки, вот, то из Челси, то из Манчестер-Сити, но, конечно же, мы возьмем. Нет, нет. Дуван Запад, у него есть карточка 87-я, но мы его не возьмем, потому что у нас и так уже даже рейтинг выше, чем карточка у Запады максимальная, так что это нет. Джан-Луиджи Донарума можно его, конечно, взять, он у нас не будет, конечно, в составе, но может, конечно, вытеснить Абумьянга даже уже не с скамейки запасных, а с резерва. Давайте тогда возьмем. Нет, 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 Милитао тоже нет, Калиджури тоже нет, 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 снова нет, новый игрок Зенита, нет, нет, бывший игрок Зенита, нет, нет. Друзья, новая икона Сол Кэмпбелл, это его прайм-версия, мы, естественно, ее возьмем. Джорджи Келлини 99, это снова карточка про-плеера, но мы возьмем его 91-ю информа, потому что она самая последняя, ее мы как раз-таки и возьмем. Нет, 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 и последний игрок нет. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, набираем на этом ролике 30 лайков и выходит шестая часть Ford FIFA. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол, это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова